Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Я нахожусь в одном из самых дорогих для меня в высшей степени человеческой памяти места. Это место, которое люди называют боксерским братством. И вот я специально укрупнил фамилию дорогого друга семьи Александр Юшин. Царство ему небесное! Сегодня, 22 июля 2017 года, ровно три года, как Сашеньки, нет на свете. Но я нахожусь в месте, которое называют Мемориал, боксерское братство. И здесь выстраданная многими историями злопакости людей. Могила дорогого отца, царства ему небесного Аркадия Давидовича Бакмана, которого Саша Юшин очень любил. И вот после того, как его не стало, после того, как мы его похоронили, Саша и задумал сделать этот Мемориал, память, светлую память его учеников, которых уже не было в ту пору на свете. И оказался отзывчивым один из учеников отца Илья Фридман, нынешний житель Нью-Йорка, который помог материально Саше Юшину осуществить эту мечту, Установить эту первую плиту на 80-м участке Одесского Мемориального, вернее, Одесского Интернационального кладбища. Здесь же похоронена и, дорогая моя мамочка, которая Раева Бакман Ид Борисовна, Похоронена она была в 87-м году, не стала, мамочки, 3-го февраля в лютые морозы, рядом оказались только друзья. Она 10-го года написана, но она себе прибавила 2 года, чтобы вступить в комсомол. И вот моя боль, мое, фактически, покаяние, родная сестра, Светочка, Которую в Одессе люди, знающие ее характер, ее отзывчивость, доброту, ее неукротимую волю быть человеком, оставаться человеком. Называли ее одесской Жанной Дарк, так назвал ее Боренька Литвак, царство ему небесное, наш большой-большой друг. И вот как написала Домская в своем первом репортаже, что не стала защитницей Дома-музея Аркадия Бакмана. Царство им всем небесное. И здесь в дни рождения Отца, в дни, когда его не стало, всегда собираются ученики, уже дети и внуки их учеников. И вот я показывал вам начало этой съемки с фамилией Саша Юшина. Потому что Саша думал о людях, и люди, когда, слава Богу, еще жили, резвились, тренировались, общались, говорили, «Сашенька, ты мне выбери место где-нибудь там пониже, пониже». Но на все ведь воля Божья. И Саша с улыбкой, конечно же, соглашался с людьми. Но говорил, и мне делился со мной, что надо бы поставить Стеллу, потому что на нашей первой, которую поставили, мест уже не было. И Саша при жизни поставил вот эту Стеллу. А потом уже в наши дни, и за это низкий поклон боксерам, которые это делают, они сделали вот это место, облагородили его в виде боксерского ринга, если смотреть издали. И поставили уже здесь абсолютно чистая Стелла памяти боксеров и тренеров города Одессы. Дай Бог людям, как говорят на земле обетованной, до 120, но ведь все мы уходим в мир иной. Важно, что мы оставляем после себя. И я, наверное, должен и гордиться, и говорить Господу, слава Господи, что мне, как сказал Боренька Литвак, повезло с таким отцом, с такой матерью, с такой сестрой, которые думали о людях. И не сомневаюсь, что вот такого уникального места, которое называется Мемориал Боксерское Братство, действительно уникального места, такого нет ни в одной стране мира. И я пришел сюда как раз после окончания турнира одного из любимых моих учеников, Семочки Трестина, 21-й мемориал Семена Трестина, который проходил на замечательном спортивном комплексе Академии юридических наук. Таким комплексом Одесса может гордиться. И Трестин здесь, на первой стеле, он рядом, его имя, тоже с учеником моего отца Ромочкой Песиным. От всей души еще раз хочу низко поклониться тем, которые чтят память, которые делают все для того, чтобы людей, сделавших что-то для Одессы, и не только для Одессы, помнили, и не только свои близкие. Храни вас Бог, люди, здоровьем им, счастья, благополучия. И чтобы мы встречались чаще, не только здесь, но и у домика-музея Аркадия Бакмана, которое, боксерское братство, хочет отстоять для людей. Здесь, на 80-м участке, место для тех, кого уж нет с нами, Царство им Небесное. А домик-музей – это для живых, для того, чтобы там молодое поколение впитывало с раннего детства, с ранних своих лет, человеческое благородство. Ваш Дэви Аркадьев. Одесса. 22 июля 2017 года.